Выбирать не только будущее страны в целом, но и собственная задача не из легких. Но воспитанникам Центра дополнительного образования «Радуга» так или иначе это удается. Благодаря научно-исследовательской деятельности ребята побеждают на Олимпиадах, участвуют в конференциях, общаются с учеными-биологами и поступают в ведущие вузы страны. А тех, кто сегодня талантливо берет верх в науке, материал Анастасии Дубас. Они как бы становятся на заднюю лапу, у них открываются крылья и они что-то там делают перед самым. О жизни своих подопечных, костариканских тараканах, Юлия Макренко, кажется, знает абсолютно все. За два года изучения воспитанница Центра дополнительного образования «Радуга» изучила характер, среду обитания насекомых и даже их предпочтения в еде. Я когда зашла сюда, я увидела их, мне показалось, что это обычные жуки, но когда мне сказали, что это именно тараканы, они меня заинтересовали. О жизни костариканских тараканов Юлия написала научную работу, которую представят на конференции юных ученых в Ростове. В декабре на этой же конференции от Волгодонска выступит и Светлана Калашникова с презентацией выращиваний касатиков, ненастоящих и карликовых. Оба вида считаются редчайшими, они занесены в Красную книгу России. И чтобы предотвратить вымирание этих растений, необходимо научиться ухаживать за ними, уверена Света. Проводим сейчас опыты. Мы будем под зиму закладывать семена, ну и будем определять схожесть. Со своими научными докладами воспитанники Центра Радуга ежегодно выступают на конференциях разных уровней. Недавно прошедшие городские и краеведческие чтения также позволили пополнить копилку наград. Сразу 10 воспитанников представили Центр Радуга и 6 из них стали призерами чтений. Ребята выступали с темами о раздельном сборе мусора, реконструкции природных условий прошлого и даже разведении волнистых попугайчиков. Можно заниматься ботаникой, можно заниматься зоологией. У нас прекрасные есть для этого условия. У нас есть зимний сад, у нас есть музей природы под открытым небом. Мы предоставляем ребятам возможность поучаствовать в различного рода экспедициях, в походах. Поэтому исследуй, не хочу. Результатами собственных исследований ребята делятся друг с другом. Самый неоднократный победитель Олимпиады по экологии Константин Джебко рассказывает, что его удивило. В Волгодонске нет ни одного пляжа, соответствующего нормам. За лето Костя исследовал 4 городских пляжа, делал пробы воды и грунта, наблюдал за посещаемостью и уборкой. Итоги оказались неутешительными. Самая чистая вода и самая чистая почва – это на пятом. Но там не рекомендуется купаться так, как может быть течение. Плюс это все-таки не пляж от реки какой-нибудь или от моря. Это растительный канал. Также рядом проходит трасса, что неблагоприятно может сказаться. Научно-исследовательские работы воспитанников Центра «Радуга» всегда высоко оцениваются не только на конференциях и Олимпиадах, но и учеными-биологами. Опыт, полученный здесь, бесценен при поступлении в высшее учебное заведение. Недаром выпускники «Радуги» становятся студентами престижных вузов России, в том числе и эколого-биологической направленности. Анастасия Дубас, Артем Андросов, Иван Иванков. Новости ВТВ. В нашей студии гость. Сегодня это воспитанница Центра дополнительного образования «Радуга», победитель городских краеведческих чтений, учащихся в номинации «Летопись родного края» Ирина Шуплицова. Ира, добрый вечер. Здравствуйте. А вот, насколько я знаю, для тебя участие в городских краеведческих чтениях стало дебютом. Ты впервые участвовала, да, и даже обошла старших участников, да? Да, так и есть. Как так произошло? Как вы в одной группе-то оказались? Ну, просто был смысл сделать так, чтобы все участники стали по группам. И возраст был не главный. И я попала в группу, где была самая маленькая. Начинался возраст с пятиклассников до одиннадцатиклассников. От пятого до одиннадцатого класса? А ты в каком классе участвовала? В пятом. То есть ты даже обошла старшеклассников? Молодец. А какая тема у тебя была? Улица моего города. Ну, вот расскажи, почему ты эту тему выбрала для своего доклада? Просто я так считаю, что каждый гражданин должен знать, на какой улице он проживает. И для меня было очень интересно узнать, на какой улице и я живу, и ее история. А на какой улице ты живешь? Я живу на улице Октябрьское шоссе. Так, и какова история? Почему назвали улицу именно так? Просто в месяце Октябре произошло очень много важных событий. Например, революция. И в честь многих событий, как и революция, назвали Октябрьское шоссе. А еще какие улицы? Сколько ты улиц изучила в своем докладе? Ну, примерно 7-10. 7-10 улиц? Да. Ну, вот самые интересные... Ну, мне больше всего понравилось про улицу Цыганкова, потому что это был очень героический человек, и он посвятил всю свою жизнь своей работе. Была зима, и на реке встал страшный лед. И ему сказали, Цыганкову, перевезите трактор на другую сторону города. И он не стал пререкаться, сел и перевез. Ну, конечно же, трактор на полпути провалился через лед. И тогда он погиб. Спасатели говорили, что он еще жив, но потом от переохлаждения умер. Я считаю, это очень героический поступок, и человек заслуживает большого внимания. Как ты находила вот эти факты, узнавала, откуда брала информацию? Мы со своим руководителем Галиной Ивановной сходили в библиотеку городскую. Там было очень много информации, и папка «Памятники города». Там очень много информации и полезной. Ну, и в интернет-ресурсах много сведений. Особенно помог сайт про Волгодонск. Там очень много сведений оказалось. Ну, а в других сайтах приходилось буквально по крупицам все собирать. Потому что информации мало, и люди этим не интересуются большинство. А скажи, есть такие улицы, о которых ты раньше вообще не знала в Волгодонске, и благодаря своей работе узнала? Ну, вот, например, улица Цыганкова я о ней не знала, улица Шмутовой. Ира, спасибо тебе большое за эту встречу, за это интервью. Мы тебя поздравляем и желаем успехов на будущих Олимпиадах и конференциях. Спасибо. Спасибо тебе.